Добрый день, это программа Факты в лицах. С вами Виктор Зайцев и мой сегодняшний собеседник, начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко. Добрый день, Владимир Прокопьевич. Очень много в последнее время говорится о том, что Нижний Тагил уже включен в программу «Безопасные и качественные дороги». Так ли это на самом деле? Все ли вопросы решены в рамках этого проекта? Проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется с 2018 года. К радости тагильчан город вместе с Магнитогорском попал в так называемую агломерацию. И сегодня совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области мы включены в тагильская агломерация, которая предусматривает устройство в течение 6 лет 200 километров автодорог, которые бы соответствовали современным требованиям и стандартам. Мы в настоящее время предварительно защитили в Москве в дорожном агентстве программу агломерации города Нижнего Тагила. В настоящее время мы ждем документы или паспорт так называемой агломерации, который утверждается правительством Российской Федерации, где будут сформированы подходы и требования к проектно-сметной документации, где будут определены денежные средства, какие будут выделены на эту агломерацию. Предварительные цифры по работам звучат следующим образом. Нам будет ежегодно планироваться в течение буквально 6 лет от 600 до 700 миллионов рублей. И мы должны привезти за 6 лет 200 километров автомобильных дорог, которые бы соответствовали требованиям, изложенных в новых законодательных документах по безопасности дорожного движения. Владимир Прокопьевич, только ли о самих дорогах идет речь? Или это вообще инфраструктура, то есть тротуары, какие-то там развязки и все остальное? Значит, вот при защите проекта Тагильской агломерации мы поставили вопрос, что дорога это дорога, но к дороге еще идут тротуары, средства регулирования, подходы. Поэтому мы получили утвердительный документ о том, что при формировании проекта смертной документации есть возможность учитывать все аспекты полностью комплексного подхода к дорожному строительству. Значит, вот мы и ждем этот документ, который должен утвердить правительство Российской Федерации вместе с деньгами, чтобы уже начать работать в этом направлении. Мы ставим для себя следующие задачи. Если мы делаем дорогу, то к этой дороге должны быть обязательно тротуары, к этой дороге должны быть средства регулирования, безопасность дорожного движения и освещенность. То есть комплексный подход к любому дорожному полотну. Так ставит задачу сегодня и президент Российской Федерации, когда говорят о качественных дорогах, которые мы должны привести за 6 лет в нормативное состояние по городу Нижнему Тагилу. Программа очень серьезная. Мы понимаем сегодня и вопросы, связанные с подъездом, подходом к социальным объектам, к школам, к садикам, к больницам. Мы в Москве тоже поставили этот вопрос, получили утвердительные документы, что да, это можно включать в программы. Еще раз подчеркиваю, мы ждем сегодня паспорт этой программы. Значит, у нас есть программа. Значит, мы ее сегодня уже продекларировали в Москве, получили добро. Значит, она начнет действовать у нас с 2019 года. В рамках этой программы мы намечаем 21 дорогу в 2019 году. Ну, а дальше время покажет, ситуация покажет. Значит, в первую очередь дороги будут делаться, еще раз повторяю, значит, в местах, где у нас передвижение транспортной, основные транспортные потоки. То есть, эта программа захватывает в первую очередь автодороги с интенсивным движением, где высокая травмоопасность, где движется общественный транспорт. К сожалению, значит, часть дорог на частный сектор, там, где у нас не завязаны маршруты автобусного движения, не попадут в эту программу. Но это отдельный разговор. Это не значит, что эти дороги будут выброшены сегодня из внимания города. Значит, мы внимательно проанализируем. У нас еще, помимо проекта Тагильской агломерации, есть и свои собственные средства. Поэтому я бы просил горожан не беспокоиться. Значит, и в направлении остальных дорог будет проводиться большая работа, которая начнется тоже с 2019 года. Какие-то расширения планируются вообще? Или это будет? Ну, мы подразумеваем. В основном, дороги, которые с интенсивным движением, это не значит, что, значит, по этому же полотну будем двигаться. Сегодня есть нормативы на дорогу. Если это дорожное покрытие соответствовать требованиям по безопасности дорожного движения, то есть, дорога должна двухполосная быть 7 с лишним метров. То есть, конечно, будет и расширение, и будет и полосность увеличена. То есть, все это в пределах выделенных средств и проекта смертной документации будет обязательно учитываться. Вы сказали 200 километров в общем. А сколько это в процентном соотношении к общей площади дорожной? Значит, ну, мы ставим для себя в программе, которая есть, охватить, по сути дела, за 6 лет около 80 автодорог. То есть, по сути, 80% автодорог, которые у нас по интенсивности, которые соединяются там автобусными маршрутами, трамвайными направлениями. Мы ставим для себя задачу таким вот образом проработать этот документ, который бы учитывал, ну, буквально все аспекты, связанные с улучшением транспортных потоков в городе Нижнем Тагиле. Я еще раз подчеркиваю, что работа только начинается в этом направлении. Значит, у нас есть 6 лет, и за 6 лет мы должны в городе, ну, по сути дела, перевернуть дорожную деятельность и сделать дороги качественные, безопасные в нашем городе. Но это не значит, что теперь из местного бюджета, из регионального бюджета на дороги деньги выделяться не будут? Нет, это говорит о том, что это федеральные средства выделяться будут. А то, что в рамках муниципальных контрактов, муниципальном эксплуатационном содержании автомобильных дорог, значит, придорожных территориев, все это будет на уровне области и города, как выделялось, так и выделяться. Еще раз подчеркиваю, значит, это не ухудшит транспортную составляющую города, она улучшит, потому что это дополнительные средства, выделяемые из федерального бюджета. Если можете привести данные, да, какую конкретно там дорогу вот точно будем в следующем году ремонтировать капитально, но так же, как победы космонавтов в участке? Значит, у нас сейчас есть наработки, есть наработки, это 22 дорог, мы сейчас отправили, еще раз подчеркиваю, все документы и в министерство наше, и в Москву, в Москву, а буквально в течение, ну, наверное, 10-12 дней мы проясним эту ситуацию и выложим дороги, вот эти вот, которые будут ремонтироваться в 2019 году на сайте для общественного обсуждения. Это в обязательном порядке, это обязательно требование, которое будет заложено в паспорте, мы будем учитывать мнение тагильчан в обязательном порядке. Все ли работы, вот запланированные на этот год, уже завершены, завершаются, да, всем ли вы довольны тем, что сделано? Помимо двух дорог, которые мы должны закончить в этом году, это развязка Грибоедова, Космонавтов, Победы, Максима Горького, Быкова, значит, Галяно-Горбуновский массив, это 6 автомобильных дорог, это Смелянского, Куджава, Удовенко, Уральский проспект, Муринская, значит, вот эти две дороги, две дороги, которые финансируются с областного бюджета, сегодня они вступили у нас в завершающую стадию, значит, мы в ежедневном режиме мониторим ход окончания этих дорог, и хотелось бы, чтобы вот те обещания, которые давал Уралстроймонтаж тагильчанам, были выполнены в полном объеме. Сегодня по участку выиска автодороги больших замечаний нет, у нас осталось там бихатон уложить, межпутья закончить, трамвай закончить в ноябре месяце и запустить его уже в ноябре, трамвайный маршрут. Есть определенные опасения по окончанию работ по улице, по улицам Гальянки, значит, нам надо закончить асфальтирование участка по улице Удовенко, чтобы замкнуть Черноисточинским шоссе и закончить тротуары, велодорожки по перечисленным улицам, о которых я говорил. Значит, есть определенные договоренности с Уралстроймонтажом, что он не подведет тагильчан, и деньги, которые нам область выделена, должны быть в обязательном порядке освоены, потому что больше мы средств на это не получим, и хочется верить, что те обещания, которые давались Уралстроймонтажом главе города, тагильчанам, будут выполнены. Мы ставим все-таки задачу закончить эти две большие магистрали до конца этого года, потому что ряд работ нам можно заканчивать и в ноябре, и в декабре, это вопросы освещения, это вопросы ограждения, это вопросы приведения в порядок благоустроительных некоторых моментов. Погода, благо, позволяет сегодня выполнить эти работы. Помимо этих работ, значит, областные деньги были выделены нам на автодороги, связанные 8 дорог, сделаны были тоже по этому году, по этому году. Это такие магистрали, как Береговая Краснокаменска, которую мы закончили, это улица Тагилстроевская, это курортная, это пароходная. 8 дорог, о которых мы говорили, в настоящее время ведется приемка этих дорог, и я думаю, что буквально в течение этой и последующей недели, там надо будет благоустроительные работы закончить, мы дорожный сезон по дорогам закончим. Помимо этого, нам надо выполнить большой объем, еще закончить, потому что деньги были выделены буквально, мы приступили к тротуарам, мы программу тротуара не забыли по этому году, мы провели конкурс на тротуары, значит, у нас есть программа, мы обговаривали на это, что ежегодно надо примерно с этого года осваивать на тротуарах по 50 миллионов рублей, потому что, значит, это сегодня узкое место для города, для тагильчан, поэтому в этом направлении мы серьезно работаем, мы поставили задачу по 17 тротуарам, закончить работы по этому году, примерно где-то, ну, до числа 5-го, 7-го. 7-го ноября, да. Работа в этом направлении идет, значит, самая большая стоимость у нас тротуарного объекта, это, который выполняет Тагилдорстрой, это от улицы Космонавтов до Нового моста, это тротуар по улице Красноармейской, стоимость этого тротуара порядка 8 миллионов рублей, значит, остальные тротуары, значит, их там около, я уже повторяю, 17 тротуаров, они будут закончены и в Ленинском, и в Тагистроевском, и в Дзержинском районе, потому что львиная доля у нас тротуаров по этому году выполняется в Дзержинском районе, потому что мы действительно обещали на всех уровнях, поэтому и УБТ, и подрядные организации, которые у них привлечены к этим работам, я думаю, программу тротуаров по этому году, у нас было выделено 18,6 миллиона рублей, значит, будет в обязательном порядке выполнено, и в следующий год у нас проведены конкурсы, уже мы начнем эту программу реализовывать буквально с мая месяца, то есть у нас уже ждать ничего не надо, у нас проведены конкурсные процедуры, и с мая месяца мы на 26 миллионов рублей в следующем году должны тротуары то же самое сделать. По сделанным дорогам хотел еще уточнить, какой гарантийный срок, и все-таки вы, как профессионал-дорожник, довольны тем, что сделали? Ну, я, как профессионал-дорожник, никогда не могу быть доволен, тем более я проработал в этой отрасли достаточный промежуток времени, поэтому всегда есть определенные вопросы к дорожным организациям. Большая часть дорог сделана, сделана, на мой взгляд, качественно, качественно, но есть ряд шероховатостей, которые вот дорожники должны доработать, чтобы обеспечить и малоподвижный групп, я имею в виду инвалидов, в том числе мы сейчас обращаем серьезное внимание по этим аспектам, ну и закончить все благоустроительные работы, благо погода нам позволяет, поэтому, чтобы не возвращаться к тем дорогам, которые вот восьми мы сдали в этом году, в следующем году, по гарантийным срокам, значит, мы научены уже практикой, когда, значит, воевали с иногородними, которые у нас привлекались к строительству автодорог, сегодня по дорогам у нас работают только наши дорожные организации, тагильские организации, это ОБТ, это Гилдорстрой, срок гарантии по дорогам 5 лет, поэтому даже если что-то где-то в следующем году, через 3-4 года у нас выявится, они будут следить за верхним слоем и нести ответственность за производство асфальтовых работ на своих дорогах. Техника к зиме готова? Значит, ну, традиционно у нас осенне-зимний период начинается с 15 октября, приказы по всем нашим дорожным организациям, у нас их две, это ОБТ, это Гилдорстрой, значит, о переводе всей дорожно-строительной техники подготовлены, подготовлены у нас 130 единиц техники в городе, которая приспособлена к работе в осенне-зимний период, значит, это и погрузчики, это и грейдера, это и лейбой для вывозки снега, это и трактора, это и КДМки, значит, паспорта готовности этой техники сегодня имеются в управлении по горхозяйству, значит, вот в эти дни глава города на своих объездах проверит, еще на базах, где будут показаны техники, будет показана техника, это Гилдорстрой, ОБТ, значит, у нас заготовлены противогололедные материалы, значит, мы еще раз тагильчанам, хочу сказать, используем современные противогололедные материалы, значит, которые имеют санитарные паспорта на эти дела, правда, они дорогие, мы ушли от традиционных материалов, которые использовались в прошлый, в позапрошлый год, это Голит, сейчас используем Бионорт, это новый материал, значит, а на тротуарах, на тротуарах будет использована песчаная гравийная смесь, чтобы уйти от щебня, от шлаков, чтобы не создавать грязь, здесь уже служба заказчика вместе с дорожными службами проработает, чтобы не допускать вот повторения истории прошлого, позапрошлого года, когда мы на тротуарах создавали черную жиженую кашу, такого в этом году просто не должно быть. А вот про новую смесь эту Бионорт вы сказали, не влияет ли она на лакокрасочное покрытие, потому что это водители очень интересуют. Нет, 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 я еще раз подчеркиваю, те материалы, которые ранее использовались, это Голит, там были, хоть он имел санитарный паспорт на это дело, но, значит, используя его, мы получали очень много негатива, поэтому мы перешли вот на эти материалы, Бионорт, значит, с ними работают уже и наши крупные города, и Екатеринбург, и Москва, и Санкт-Петербург, значит, санитарные требования к этому материалу известны, к нему приложен паспорт, поэтому водители могут не беспокоиться по этим делам, по этим делам, я думаю, что вопросов у нас не должно быть в этом году. Еще одну важную тему очень хочется успеть обсудить, это борьба с бездомными животными. Прошла комиссия Думы, в которой вы принимали участие в ее работе, и вы сказали следующее, что условия содержания бродячих животных сейчас лучше, чем у людей в местах лишения свободы. Это было очень утрировано или это на самом деле так? Нет, к сожалению, я не откажусь от своих слов. Сегодня ситуация с брошенными бродячими собаками в городе не становится лучше. К сожалению, при разговорах и беседах с людьми, которые занимаются этим направлением, они говорят о том, что количество брошенных собак сегодня в городе увеличивается. Сегодня популяция их составляет порядка 10 до 12 тысяч. На сегодняшний момент этим направлением занимается у нас область. То есть раньше город за счет собственных средств занимался, то сейчас, согласно закона Свердловской области, постановления правительства Российской Федерации, эти полномочия переданы области. Область передает нам деньги, и мы на основании этих денег, путем проведения аукционов, нанимаем организацию, которая занимается в рамках четко документов, которые представляются, и расценок, которые представляются департаментом ветеринарии. Мы не имеем права ни больше, ни меньше, значит, львиная доля закладывается на передержку. Вот по этому году у нас оттовлено 1291 собачка. Работа в этом направлении у нас была закончена. То есть 8 миллионов 300, которые выделялись, выделялись на выполнение этого федерального контракта, будем говорить. Они израсходованы. Мы, видя эту ситуацию, примерно уже где-то с июня месяца начали с департаментом, с министерством работать в этом направлении. И вот буквально мы на этой неделе получили дополнительные деньги, 709 тысяч рублей, которые обеспечат нам существование по отлову собак до конца года. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры в этом направлении. У нас появится организация, которая продолжит работать в этом направлении. Я только хочу обратиться к тагничанам в очередной раз. Мы сталкиваемся постоянно с вопросами, связанными с отловом. Кто-то кому-то нравится наличие собак, которые прикармливают его. И когда у нас организации, которые занимаются отловом, выезжают во дворы, выезжают в школы, выезжают в детские сады, к детским садам, у нас доходит до привлечения правоохранительных органов. Потому что люди бросаются на защиту этих собак. А как бы мы ни говорили, собака – это животное, это зверь, который непредсказуемый. Поэтому просто еще раз обращаюсь. И прикорм как-то прекратить в этих вопросах. И своевременно указывать, есть телефоны, диспетчерская служба, где вот эти стаи обитают, чтобы мы могли как-то оперативно реагировать на вопросы, связанные с отловом и утилизацией бездомных животных. Владимир Прокопьевич, я правильно понимаю, что в сложившейся ситуации единственный, пожалуй, эффективный способ борьбы с бездомными животными, с бродячими собаками – это прекратить кормовую, то есть ограничить кормовую базу. Это одна из форм. Потому что ни для кого не секрет, что основная популяция собак, увеличение идет у нас где-то в сентябре, в октябре месяце. То есть люди, возвращаясь с дачных участков, садоводческих своих, привозят этих вот щенков. И у нас резкий всплеск получается в этот осенний-зимний период популяции собак. Поэтому мы вот на Думе, на комиссии Думы обговаривали эти вот вопросы. Все-таки я считаю, методы сегодня, которые государство гуманизации, они не дают должного эффекта. Поэтому мы обговорили сегодня со специалистами, с людьми, которые занимаются этим вопросом. Мы подготовим предложение на Думу, и законодательный орган будет выходить и на область, и на федерацию по ужесточению законов в этих направлениях. Потому что гуманизацией отношений мы ничего буквально не сможем сделать. Здесь нужны жесткие требования, жесткие законы, которые бы позволяли работать в этом направлении более жестко, более требовательно. Ну, все-таки, коротко, вот вы о чем сейчас говорите? То есть нужно уничтожать собак? Я жестко тоже. Ну, я считаю, понимаете, мы все равно же к этому подходим. Вот мы кормим ее, извините за выражение, полгода, да, лелеем ее, ветеринары должны, соответствующая температура создаваться. Ну, а потом или выпускать ее назад, или проводить автаназию. Потому что пристроить такое количество находящихся в городе собак невозможно. А закон трактует именно непонятную ситуацию. То есть мы ее должны или отпустить, прокормив полгода. Ну, или принимать другие какие-то формы, которые вот сегодня и надо проработать на уровне государства, чтобы уйти вот от того количества брошенных собак, которые растут у нас с каждым годом в городе. Это проблема не только города, это проблема всей Российской Федерации. Если у него какие-то формы и меры надо принимать в этом направлении. Спасибо большое, Владимир Прокопич, за то, что пришли и ответили на все вопросы. Напоминаю, что сегодняшним собеседником программы «Факты в лицах» был Владимир Юрченко, начальник управления городским хозяйством. С вами был Виктор Зайцев. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова